Снова почувствовать себя выпускниками. Такая возможность вот уже несколько лет есть у родителей старшеклассников. Сегодня они сели за парты, чтобы сдать единый государственный экзамен по истории. Так на какое-то время можно поменяться местами со своими детьми. Сама я ЕГЭ не сдавала. Я закончила 10 классов. Это было давно. Очень интересно просмотреть, прочувствовать, как ребенок будет сдавать ЕГЭ. Чем можно помочь ребенку, особенно психологически, я считаю, важно. В этот раз свои знания проверили родители учеников четырех школ муниципалитета. Сама процедура серьезная, точь в точь, как на настоящем ЕГЭ. Сначала регистрация по паспорту, потом инструктаж и заполнение бланков. Рассадка на специально отведенные места, разумеется, по одному. Понять процедуру, механизм, как это проводится, в какой, наверное, может быть, стрессовой ситуации находятся их дети. Такая атмосфера необходима, чтобы родители почувствовали, что испытывают их дети. Для родителей составили укороченную версию заданий. Им предстояло ответить на 12 пунктов. Здесь вопросы на знание дат, исторических событий, правителей. На все про все 30 минут. Но даже за это время можно прочувствовать все тонкости сдачи ЕГЭ. Сами сейчас волнуетесь? Немножко, да. Давно не испытывал таких ощущений. Как так готовились, может быть, с вами? Ну, посмотрел пару основных событий, которые были поисторических, а так нет. Надеюсь на свои знания, школьные, институтские. Как вы думаете, справитесь? Уверен. Первые государственные экзамены начнутся в этом году уже совсем скоро, в конце мая. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.